С начала года прокуратурой города выявлено свыше 260 нарушений закона, внесено 46 представлений об устранении нарушений, принесено 22 протеста, возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, объявлено 30 предостережений о недопустимости нарушения закона, в суды направлено 18 исковых заявлений. В исправительную колонию общего режима отправится житель города за хранение наркотических средств. Житель города Муравленко незаконно приобрел и хранил при себе полутора грамм наркотического вещества, которое в дальнейшем было изъято сотрудниками полиции. Вину предъявленного обвинения он признал полностью. Муравленко с городским судом был вынесен обвинительный приговор с учетом смягчающих, отягчающих обстоятельств, а также с учетом мнения государственного обвинителя. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, к указанному наказанию присоединена часть приговора Надымского городского суда в виде штрафа 10 тысяч рублей. Прокуратурой проведена проверка по факту схода снега на воспитанницу детского сада «Солнышко» во время прогулки. Девочку доставили в приемный покой больницы. Телесных повреждений у ребенка не обнаружили, но угроза их возникновения была. В связи с выявленными нарушениями прокурором города возбуждено несколько административных дел по привлечению к административной ответственности должностных лиц детского садика «Солнышко». Также поставлен вопрос о привлечении к административной ответственности юридического лица. Главе города Муравленко внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Указанные обстоятельства явились причиной ненадлежащего исполнения предостережения прокурора города об устранении и недопущении возможных сходов снега и наледи. Кроме того, при повторной проверке других образовательных учреждений были выявлены аналогичные нарушения, которые также нашли отражение в представлении и находятся на контроле у прокурора. Житель города осужден за угрозу убийством и истязанием. При этом ранее он уже был осужден за аналогичные деяния. Преступление мужчина совершил в отношении своей супруги. Ему назначен условный срок. Ранее органам дознания ОМВД России по городу Муравленко по данным фактам были приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Прокурор в порядке надзора данное решение отменил, направив материалы проверок для решения вопроса в возбуждении в отношении данного жителя уголовного дела по части 1 ст. 117 УК РФ и по части 1 ст. 119. По результатам рассмотрения уголовного дела в мировом суде, подсудимый свою вину признал полностью, содеянным раскаялся. 7 месяцев лишения свободы условно назначено одному из жителей за управление автомобилем в нетрезвом виде. Лихач разъезжал по улицам города и был задержан сотрудниками ДПС. В ходе проверки документов выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновного в совершении данного преступления, назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с остательным сроком 2 года, а также с лишением права занимать деятельность, связанную с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 11 месяцев. 100 тысяч рублей несовершеннолетнему в качестве компенсации морального вреда заплатит владелец батутной арены. Девочка при посещении аттракциона получила телесные повреждения, которые, согласно заключению эксперта, расцениваются как вред здоровью средней тяжести. На момент несчастного случая администратор, обеспечивающий контроль за безопасным посещением игрового оборудования, отсутствовал. При этом контроль за данным безопасным посещением батутной арены был возложен на постороннее лицо, которое в свою очередь подготовку и аттестацию не проходило. В связи с тем, что несовершеннолетним были причинены по вине индивидуального предпринимателя нравственные и моральные страдания, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением в пользу несовершеннолетнего взыскания с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. По результатам рассмотрения искового заявления, требования прокурора удовлетворены частично. В данном решении постановлено взыскать индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Прокуратура Муравленко провела проверку по факту аварии, в результате которой погиб житель города, отец троих детей. ДТП случилось в феврале прошлого года. Водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущейся навстречу машиной, в результате чего пассажир КамАЗа скончался. Приговором суда нарушитель признан виновным. У погибшего в ДТП жителя города на иждивении находилось трое несовершеннолетних детей и супруга. На момент аварии водитель управлял автомобилем на основании договора с индивидуальным предпринимателем. Об управлении транспортным средством и действовал по его заданию. Согласно гражданскому кодексу, автомобиль является источником повышенной опасности. Поэтому обязанность возмещения вреда возлагается на его владельца, независимо от того, кем был причинен вред. Также владельцем транспортного средства является индивидуальный предприниматель, с которым был заключен данный договор. И поскольку в результате данного дорожного происшествия, повлекшего смерть жителя города, у которого на иждивении находилось трое несовершеннолетних детей, а также супруга, и данным гражданам были причинены моральные и нравственные страдания, прокурор города обратился с уцисковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда в размере полутора миллиона рублей, решением Ровниковского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Внесены изменения в статью федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Устанавливается, что гражданам, использовавшим право на отсрочку от призыва на военную службу при обучении по образовательным программам среднего общего образования и программа бакалавриата, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу для обучения по программам магистратуры, а гражданам, использовавшим право на отсрочку от призыва при обучении по образовательным программам среднего общего образования, Предоставляется отсрочка для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования. Кроме того, предусматривается право граждан на отсрочку от призыва на военную службу для обучения по программам магистратуры, если эти граждане достигли призывного возраста в период освоения образовательных программ среднего общего образования, реализовали право на отсрочку от призыва на военную службу на период обучения на подготовительных отделениях Федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, а также для последующего освоения программ бакалавриата. Закон вступает в силу с 29 марта. С января текущего года запрещена продажа пищевых и непищевых сухих веществ с содержанием этилового спирта более полупроцента для получения продукции в жидком виде. Ответственной за незаконный оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции установлена статьей Кодекса об административных правонарушениях. Подписан закон о блокировках сайтов за оскорбление власти. Теперь полномочиями по выявлению сайтов, на которых содержится информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам страны, конституции или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, наделяется генеральный прокурор России и его заместитель. Обнаружив указанную информацию, генеральный прокурор страны или его заместитель должны направить Роскомнадзор требования о принятии мер по удалению указанной информации по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию. Роскомнадзор определяет провайдера или иное лицо, обеспечивающее размещение информационного ресурса, на котором содержится обнаруженный материал, и направляет ему информацию с требованием удалить ее. Провайдер хостинга информирует об этом владельца ресурса, который должен удалить материал в течение суток, либо сайт подлежит блокировке. Условный срок получил житель города за фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту своего проживания, заранее знав, что иностранец проживать в его квартире не будет. В качестве вознаграждения подсудимый получил 4000 рублей. Ранее этот гражданин уже был осужден за аналогичное преступление к наказанию в виде штрафа, при этом никаких выгодов для себя не сделал, и вновь совершил преступление аналогичное. В данный момент ему уже приговором мирового судья было назначено наказание в виде лишения свободы, при этом в соответствии с 73-й оно было назначено условно-испытательным сроком. Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. На одном из интернет-сайтов в свободном доступе был размещен материал, включенный в федеральный перечень экстремистских материалов. Просмотр данного файла являлся неограниченным для неопределенного круга лиц, в том числе для несовершеннолетних. В этой связи прокуратурой города в территориальном управлении Роскомнадзора было направлено соответствующее требование о принятии мер по ограничению доступа к данному информационному ресурсу. Жительнице города выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Путешествовала она в прошлом году, однако в оказании социальной помощи неработающему получателю пенсии по старости отказали. На заявительнице было отказано в оплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно по причине того, что место отдыха находилось за пределами Российской Федерации. В этой связи прокурор города обратился с узысковым заявлением в интересах пенсионера о взыскании данной компенсации в размере более 20 тысяч рублей. И по результатам данного искового заявления требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. В результате прокуратуры города на незаконные локальные акты для проведения их в соответствии с требованиями федерального законодательства внесены протесты, которые были рассмотрены и удовлетворены. Проведена проверка о нарушении пенсионных прав. Жительница города обратилась в управление пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии по старости. Однако ей отказали в связи с отсутствием необходимого общего стажа. Это связано с тем, что в определенный период она находилась в отпуске по уходу за ребенком. На этот стаж ей не был зачтен в общий трудовой стаж с тем, что она является иностранной гражданкой. По результатам проверки прокуратуры города было внесено представление в управление пенсионного фонда России по городу Муравленко. По результатам этого рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения пенсионных прав гражданки были устранены. Ей была назначена пенсия по старости с момента ее обращения, то есть с ноября 2018 года, соответственно, сделан перерасчет. В Муравленко защищены права сотрудников полиции. В ходе проверки установлено, что участковым уполномоченным полиции, не имеющим жилого помещения по месту службы, ежемесячные выплаты в виде денежной компенсации за наем жилья не производились. Общая сумма задолженности перед ними составила более 120 тысяч рублей. Кроме того, в ходе проверки выявлено наличие задолженности перед двумя участковыми, которые занимали эту должность и в настоящее время уволены. Общая задолженность составила более 30 тысяч рублей. При проведении проверки в марте текущего года установлено, что сумма задолженности погашена в полном объеме, долгов перед уволенными сотрудниками не имеется. Усовершенствован механизм предоставления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Уточнены требования к документам, прилагаемым к заявлению и скорректирован перечень организаций по договорам займа, с которым можно направлять средства маткапитала на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов. Закреплены полномочия пенсионного фонда по уточнению пригодности для проживания помещения, приобретение которого планируется с использованием средств семейного капитала. Информация о признании жилого помещения непригодным для проживания и аварийным является основанием для отказа в использовании маткапитала на эти цели. Изменения не касаются заявлений о распоряжении капиталом, поданных до вступления поправок в силу. С заявлением о назначении пенсии можно обратиться в любой территориальный орган пенсионного фонда по своему выбору. Кроме этого, в случае переезда пенсионера на новое место жительства, например, в районы Крайнего Севера, где установлен более высокий районный коэффициент, заявление о перерасчете размера пенсии подается в пенсионный фонд по новому месту жительства. Специальная оценка условий труда у индивидуальных предпринимателей не проводится, если у него отсутствуют наемные по трудовому договору работники, если он привлекает специалистов по гражданско-правовому договору, и они работают на дому или дистанционно, то есть отсутствуют постоянно рабочие места. В отношении рабочих мест, на которых вредные или опасные производственные факторы по результатам специальной оценки условий труда не выявлены, работодателям в Государственную инспекцию труда субъекта России подается декларация, которая может быть подана дистанционно в сети интернет. Срок действия подана декларацией 10 лет при условии отсутствия на декларируемом рабочем месте несчастного случая на производстве. профессионального заболевания или выявленных нарушений. Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабочих мест срок проведения специальной оценки условий труда составляет 12 месяцев.